Всем большой привет, меня зовут Ангелина, я безумно рада видеть вас у себя на канале. И это будет такое довольно-таки необычное видео, раньше никогда на канале у меня подобных не было. Но, тем не менее, как вы все знаете, я думаю, конечно же, все в курсе о том, что до Нового года остались буквально считанные дни. И это, знаете, такое время для многих... Возможно, для кого-то оно непростое, но все-таки для многих людей это действительно время чудес. И поэтому сегодня я бы хотела записать и выложить такое видео, которое бы, возможно, наполнило вас чем-то... Какими-то положительными ожиданиями, в общем-то говоря, чтобы для тех, у кого до сих пор нет новогоднего настроения, возможно, после просмотра этого видео оно у вас появится. Я буду этому очень рада, поскольку, честно скажу, у меня самой настроения не было совершенно никакого, потому что я была вся в учебе. И, собственно говоря, все, что я делала, это училась, что-то зубрила, что-то читала, что-то сдавала. В общем-то, и так пролетел весь мой декабрь. Я вообще не поняла, каким образом это случилось. Но да, Новый год уже совсем-совсем скоро. Это, конечно, шок для меня. Но, тем не менее, сегодня довольно-таки хороший день. И я могу сказать, что он действительно подарил мне еще большую капельку новогоднего настроения. Даже не капельку, даже целую реку или, если не море и океан. Потому что сегодня мне пришел подарок от Трис. Для тех, кто подписан на Трис, те, наверное, видели ее ролик, где она занималась распаковкой подарка от меня на Новый год. Здесь у нас, получается, ситуация обратная. Трис прислала мне подарок. Наконец-таки он пришел. И да, на самом деле для меня было совершенно неожиданностью, что она что-то отправила для меня. Но вот сегодня я, наконец-таки, сходила на почту. И да, я решила поделиться этим вместе с вами. Я надеюсь, что вам понравится эта распаковка. И вот он, подарок. Вот он, подарок. Вот этот вот чудесный конверт, в котором что-то, что-то определенно невероятное. И да, давайте же открывать. У меня тут есть, я уже взяла ножницы. Я очень надеюсь, что я его не испорчу, не попорчу. Буду открывать прям максимально аккуратно. Вот. Возможно, даже я это как-нибудь вот так вот лучше буду отрезать от греха подальше. Потому что очень страшно мне что-то испортить. Вот. В свою очередь, я надеюсь, ребята, что все-таки у вас есть новогоднее настроение. Что у вас все хорошо, что у вас все в порядке. Все живы-здоровы. Я буду очень сильно на это надеяться. И опа-на, мы открыли. Мы открыли конверт. И здесь лежит что-то, что-то. Я так наобум снимаю. У меня сейчас телефон стоит просто на стуле. В каком-то вообще непонятном состоянии. Закрепленный несколькими косметичками. И вот что я вижу, вот что я вижу. Ангелине с любовью от Трис. Вот что я вижу первым делом. Боже мой, здесь два конверта. И вот здесь сладкий подарок от Левчика. Боже, какая милота. Давайте откроем сначала, наверное, вот этот вот конверт. О, боже, мне так жалко открывать его. Я не могу, господи. Ладно. Придется его, наверное, немножечко покоцать. Ай, как не хочется этого делать. Я вот, знаете, та вещь, которую я очень сильно не люблю. Это открывать такие вот вещи. Потому что я знаю, что я попорчу эту упаковку. И мне безумно жаль это делать каждый раз. Я обязательно все оберточки, все упаковочки, конвертики оставлю на память. Потому что я такой человек, я по-другому не могу. Опа, все, достали. Достали, ребята. Так, и тут у нас открыточка. Моя тишина пахнет Мелиссу и книгами. Ой, класс. Надпись на украинском. И тут, боже мой, это целое письмо. Посмотрите на это. Ой, я сейчас, с вашего позволения, его вам зачитаю вот так вот. Дорогая Ангелина, с праздниками тебя и твою семью. Надеюсь, эта посылка такие дойдет и согреет вас этой зимой. Приятного чаепития с вкусняшкой от нас. Мы сделали эти шоколадки сами. И надеемся, они вам понравятся. С любовью, Трис, кофеин и Левчик. Спасибо за поддержку и все добрые слова. Очень тебя люблю и желаю успехов и вдохновения в 3D в новом году. Господи, боже мой. Это просто прелесть какая-то. Я не могу, ребята. Огромное тебе спасибо. Трис, боже, как приятно. Как приятно. И что ж, я тут, я так понимаю, что здесь что-то просто обалденное. Это шоколадочки, которые Трис сделала сама. Давайте я вот так вот, наверное, надрежу конвертик. Аккуратненько, да. Ой, боже, как приятно. Я просто не могу. У меня сейчас просто слезы будут течь. Все. Хорошо, что я решила без вебки это делать. Вот, ребята, посмотрите, какая мелота. Это самодельные шоколадочки. Боже мой. Упакованные, перевязанные веревочками. Боже. Это просто... Это невероятно, ребята. Это просто невероятно. Трис, я просто... Я просто в шоке. Я просто в шоке. Я хочу тебе сказать огромнейшее спасибо за подарок. Мне он безумно понравился. Это просто... Спасибо тебе огромное за твои слова. Это просто что-то невероятное. Мне было безумно приятно читать и открывать это все. И я уверена, что вот эти вот прелестнейшие шоколадочки, я уверена, что они нам очень понравятся. Да, я буду их беречь, буду их открывать и употреблять только на самые особые случаи, на самые особые чаепития. Ой, это просто что-то невероятное. Я просто в восторге. Трис, ты просто... Ты просто чудо, серьезно. Огромное тебе спасибо. Это очень приятно, очень неожиданно. И вот эта вот открыточка, я ее поставлю вот сюда. У меня тут есть рождественский город. Я, может быть, и вам вот так вот его сейчас покажу. Вот. И одна открыточка у меня уже там есть. Тоже от Трис как раз-таки. Я думаю, что вот эта открыточка, она, кстати, присоединится к этому городу. Вот. Я обожаю открытки. Тем более, когда они вот так вот подписаны с душой, это просто что-то невероятное. Ну что, еще раз огромное-огромное-огромное спасибо тебе Трис за подарок. И да, я думаю, что я включу эту часть видео в мой новогодний подкаст. Возможно, еще немножечко потом поболтаю. А на этом распаковка наша закончена. И я в ходе ее получила вот эти вот просто прелестнейшие вещи. Это просто обалденно. Это просто обалденно. Такой подарок, сделанный своими руками, с душой. Это что-то невероятное. И да, спасибо за то, что посмотрели эту распаковку, ребята. Мы с вами увидимся совсем скоро, я думаю. Я на этом надеюсь. Буду очень стараться для этого. Ну а теперь, ребята, мы переходим в игру. И прямо сейчас вы можете видеть нашего Филберта. Филберта, да, я решила для новогоднего подкаста вернуться в династию, потому что довольно-таки давно уже ее не было у меня на канале, как мне кажется. И да, на самом деле, что я еще хотела сказать перед тем, как 2021 год у нас уйдет, так скажем, в историю. И в свои права вступит в 2022. На самом деле, я хотела вас поблагодарить за то, что, во-первых, за то, что в этом году вы дождались меня, моего возвращения. Потому что в этом году я, так сказать, неофициально с канала ушла. Но так уж сложились у меня обстоятельства, к сожалению, что не было возможности записывать. Но, тем не менее, этим летом я все-таки взяла себя в руки. И поняла, что я без этого дела очень сильно скучаю, что это уже стало как частью меня. Поэтому я вернулась, да. И я, конечно, не могу сказать, что я была суперпродуктивная во время своего возвращения. То есть, да, сначала я как-то даже умудрялась там практически каждый день видео для вас выпускать. Но потом начался университет, конечно же. И с этим уже стали, как всегда, у меня проблемы с наличием свободного времени для записи, для монтирования. В общем-то, для того, чтобы делать контент для вас, для канала. Но, тем не менее, я хочу сказать, что, опять-таки, я очень благодарна тем, кто до сих пор продолжает меня смотреть. Я очень благодарна тем, кто продолжает ставить лайки, писать мне комментарии. Я просто обожаю их читать. Это невероятнейшее ощущение. Просто огромное вам спасибо. И, на самом деле, вы даже не представляете, что вы делаете для меня, когда вы вот так вот меня поддерживаете. Когда ставите лайки или когда пишите комментарии, это вообще... Это просто что-то с чем-то, ребята. Вы даже не представляете, как сильно это меня подбадривает, как это меня вдохновляет. И, в общем-то говоря, заставляет двигаться дальше. И заставляет меня поверить в себя, как летспейщик по Sims, так скажем. Да, в новом году, как вы уже поняли, будет выходить у меня в основном на канале два летсплея. И, конечно же, это наша династия Ллойд и это челлендж Апокалипсис. Сразу говорю, что Апокалипсис будет выходить намного чаще, чем Династия. Потому что, ну, сами понимаете, во-первых, в принципе, в Апик в этом плане проще как-то... Проще его отыграть, проще его записать, потому что там всё как бы идёт своим чередом. И на протяжении многих поколений мы просто находимся дома на одном и том же лоте. Поэтому записывать серии гораздо проще. В Династии же у нас на данный момент происходит полный замес. У нас есть... у нас в доме живёт наша прекраснейшая девушка Грейс Веласка, которая, знаете, не знает, что с ней происходит, кто она, что она из себя представляет вообще, как ей поступать с её жизнью, с её даром. Она у нас единственный в нашем симском мире хранитель времени. С этим тоже надо разбираться, что-то делать. В общем-то говоря, да, сюжет завязывается, сюжет обязательно будет. Я надеюсь, что смогу воплотить его в реальность и хорошо его показать, хорошо отыграть. Да. И надеюсь, что это будет для вас интересно. Но Апокалипсис, да, конечно же, его будет побольше. И Апокалипсис я буду продолжать снимать в формате несколько дней в одной серии. Я даже могу сказать, что буду пытаться как-то увеличивать количество дней для одной серии. Вот, потому что, ну, мне кажется, так будет и продуктивнее, и, ну, как-то, возможно, информативнее, так сказать. Что касается Династии, то её, думаю, я тоже переведу на новый формат. То есть один день, одна серия. Я думаю, что я уже буду уходить от этого. Династия будет идти у нас, как, знаете, такой старый добрый какой-то ситком про какую-то американскую семью, где, в принципе, нам не показывается в каждой серии каждый день, да, из жизни этой семьи, а нам показываются дни, в которых есть определённая проблема. Мы наблюдаем за тем, как главные герои разбираются в этом вопросе, решают её, и в конце концов приходят к счастливому концу, к хэппи-энду, к какому-то разрешению сложившейся ситуации. Вот, в принципе, я думаю, что Династия у нас будет идти вот по такому режиму ситкома. И, возможно, да, конечно, я не говорю, что у нас будет прямо один сюжет-сюжет-сюжет. Возможно, мы будем в перерывах между какими-то сюжетными поворотами включаться, как бы врываться, знаете, в жизнь Филберта и Грейс, и я буду вам показывать, например, один вот такой вот рутинный обычный день из жизни этих симов. Вот, мне кажется, что это должно быть интересно, и что это должно получиться хорошо. И да, это, в принципе, что касается канала, я могу сказать, что буду очень сильно для вас стараться, всё-таки буду очень сильно пытаться записывать для вас новые видео, и не оставлять канал надолго пустовать. Также иногда, я думаю, буду стримить, будут создания персонажей, будут какие-то тематические стримы по доп.материалам, например, поиск доп.материалов, там, скачка, проверка. В общем-то, некоторым людям, я знаю, это интересно, и, в принципе, я человек, который очень сильно любит доп.материалы, поэтому думаю, что такие ивенты у нас будут на канале происходить. И да, на самом деле, это всё, что я хотела сказать. Ещё раз огромное спасибо всем тем, кто до сих пор остаётся со мной. Я действительно вас очень сильно ценю, люблю, и каждого из вас сейчас обнимаю. И от всего сердца я хочу пожелать вам прекраснейшего завершения 2021 года. Я желаю вам замечательно провести новогодние праздники, чтобы всё у вас было просто замечательно, чтобы ваша жизнь была наполнена волшебством, и не только зимой, не только под Новый год, но и, в принципе, всегда. Да, желаю вам прекраснейшего настроения, ярчайших впечатлений, и чтобы всё у вас было замечательно. Обязательно, чтобы вы были здоровы, чтобы всё у вас в семье были здоровы. И без этого, к сожалению, в нашем мире, да и в принципе без этого, конечно же, никуда. Здоровье это, как показала практика, всё-таки самое главное, что у нас есть. Поэтому да, искренне желаю вам здоровья, всего самого хорошего. И да, я думаю, что мы с вами увидимся совсем скоро. Но пока что всем спасибо за внимание, всем до новых встреч, ещё раз с наступающими вас праздниками. Проводите их просто прекраснейшим образом. Я вас всех обнимаю, дарю вам ещё одну порцию новогоднего настроения. И всем всего хорошего. Увидимся совсем скоро. Всем пока. Пока.